Двух моторный электрический фэтбайк Волтрека Биг Кэт Дуал 1000 Два мотора по 500 Вт редукторных Батарейка на 10 Ач 48 Вольт Проблема очень интересная Когда проверяем зарядку на аккумуляторе, он полностью заряжен Вольтметром, соответственно, он тоже полностью заряжен А когда включаем Я включу на кнопочку питания Включаем на кнопочку питания велокомпьютер Он нам показывает полный разряд батарейки Видите, мигает Непонятно почему То есть аккумулятор я уже разобрал, все линии продвонил, все ячейки посмотрел Все работает Почему компьютер не понимает, что у нас аккумулятор полностью заряжен Непонятно А так у нас какой-то интересный туринговый фэт Впереди багажничек Крылья Сзади багажничек Все как положено, трещотка на 7 скоростей И сейчас я покажу, сейчас я свет включу Смотрите, как у нас задний тормоз настроен офигенно Насколько это хорошо видно, не знаю Аж ротор загнут Видно, да, что с этой стороны щель сантиметр А здесь прям очень сильно притирает ротор При том, что колеса не снимались Похожи вообще никогда Видимо, вот так вот человек катался Смотрите, как протерло Два отдельных независимых контроллера Точнее, зависимых датчик ассистента Имеет место быть Вот там вот немножко грязный Будем искать проблему Конечно, очень оригинально Вот этот вот передний багажник Необычный передний багажник И задний тоже на таких дугах Видимо, чтобы детское велокресло Можно было поставить Здесь отдельное крепление То есть багажник, как часть рамы Выступает у нас Ну, у нас опять 10 часов вечера Закончили мы красавца фэтбайка Биг Кэт Дуал Валтека Называется он Два мотора по 500 ватт Делали мы его два месяца Не могли понять, в чем причина Что сгорело, что сломалось Потому что причин было на самом деле очень много И на самом деле ремонт не закончен Но давайте по порядку Вот так вот у нас выходит провод Вот отсюда И он вот в этом месте Был поврежден То есть, видимо, либо удары Либо что-то еще Перетерлись провода Закоротило провода Из-за этого внутри контроллеров Сгорело два резистора То есть вот в этом контроллеру Вот в этом произошли какие-то там Помехи И все это сгорело нафиг И это все пришлось менять И Велосипед не работал Но чтобы найти эту причину Разбирались все моторы Проверялись датчики холла Проверялся каждый разъем Прозванивались все провода Вообще все, что можно было Разбирался корпус Корпус клееный То есть пришлось его полностью раскрочить Разобрать вот этот вот штекер То есть он полностью был разобран И собран заново То есть было проверено вообще все, что возможно Причина была найдена Устранена И теперь он едет Дальше прикол в чем У нас есть трехпозиционная Вот такая вот кнопочка Циферка 1 означает передний мотор Циферка 3 означает задний мотор А циферка 2 просто ничего не означает Она вообще никак не работает То есть он как бы у нас был С двумя моторами Но при этом он мог работать Либо на переднем моторе Либо на заднем Два мотора не включалось у него никогда Спросили клиента Работало ли это или нет Он говорит, я не помню, я не знаю Два мотора вроде не работало Ну еще есть ассистент, конечно У него он включает только задний мотор Что сделали мы? Мы сделали на кнопочку 1 Только задний мотор На кнопочку 2 соответственно ничего Потому что там просто контактов нету Он разрывает как бы цепь И на кнопочку 3 сделали Чтобы работало два мотора одновременно Представляете, какая у него мощь Два мотора по 500 Он с места рвет сразу 30 Вот сейчас мы на нем проехались под дождиком Просто вообще мощь Просто огромная мощь Два 500 ватных редукторника Это офигенная мощь, тяга Ну, короче, мне очень понравилось Очень мощный велосипед получился Значит, что тут у нас Крылья тут, короче, подкрутили Багажник закрепили То есть всякие мелкие такие вещи Которые были не готовы Закрутили все гайки Все проверили Тормоза настроили Но у нас по-прежнему есть проблема Проблема в чем? Во-первых, что-то бьет в заднем колесе Скорее всего, там подшипник накрылся Не протянуты спицы вообще То есть оба колеса восьмеркой И дальше у нас есть вот такая вот история Про задний тормоз Я не знаю, как это показать В общем, изначально ротор на заднем тормозе Тер и протер вообще Вот это вот место крепления То есть и сам адаптер И саму машинку тормозную Вот просто я покажу Сейчас вот здесь вот Видите, какая щель Вот с этой стороны С этой стороны, видите, винтик вплотную А вот так вот должно быть То есть он просто 5 мм Машинки тормозной протер Соответственно, по идее Надо будет этот ротор менять Менять тормозную машинку И все это нормально настраивать Буду общаться с клиентом Предлагать ему дальнейшее сотрудничество Так сказать По ремонту подшипников В заднем колесе По спецовке Правке, точнее Колес И вот что-то делать С задней тормозной машинкой Может быть он так будет кататься Может быть он захочет Все-таки провести Дальнейшие ремонтные работы А так все готово Все починено Два месяца работы И там примерно 2,5 тысячи Вышел ремонт За вот поиск неисправности И полную настройку На данный момент того, что мы видим В таком виде вот он ездит Но надо, наверное, его Немножечко дальше доделать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому